Что вы можете сказать об этой игре? Насколько тяжело удалось? Ну, в первую очередь, то, что мы были с дороги, поэтому я считаю, что это тоже было о себе знать, так как было немножко тяжеловато сегодня в плане физическом. Но мы собрались, но не менее, и выиграли. Самое главное, что нужно было сделать на данный момент. Ну, игра получилась немножко такая жесткая, и вам досталась, и Таша Колотовская. Согласна, да, игра получилась очень жесткая, я не думала, что это будет как-то так. И они жестко играли, и мы жестко, то есть, как-то так, и судейство об этом способствовало, поэтому боролись как мы были, лови команду. Как вы можете охарактеризовать последние минуты, когда вот уже почти-почти Интерхим вас догнал? Ну, последние минуты, ну, охарактеризовало так, что немножко мы подсели, я думаю, это из-за этого так произошло, немножко защитимое, не следали то, что нужно было, поэтому так они догнали вас. Но, тем не менее, мы собрались с водой и забили. Как вам в целом атмосфера в зале в Одессе? Мне понравилось атмосфера в зале, я все болею за свою команду, как и должно быть в домашней обстановке, поэтому достаточно хорошо все было. Ну, ты сегодня лидер по набранным очкам, да? Как тебе игралось? Скажу, для себя не то, что, как сказать, не все получилось, что я хотела сделать, конечно, но, тем не менее, боролась, надеюсь, что всем понравилось, старалась. Каждая от нас у меня старалась, поэтому достаточно хорошая игра получилась, просто нужно немножко, как бы, до конца держать себя в тонусе. Спасибо. Спасибо. Что ты можешь сказать по игре? Как ты думаешь, чего не хватило нашей команде? Последние минуты где-то вот уже почти-почти догнали. Думаю, мне хватило дыхания второго. Так вроде мы сражались, контролировали подбор, не забили, не смогли забить. А у них полетело все, фактически. Было довольно много игровых столкновений, в общем-то такая была игра жесткая. Да, но судьям не давали жесткую игру, они каждый фолк, но контролировали, чтобы девочки нормально защищались, без столкновений. У вас сегодня, ну, не совсем дебютировала, но заново появилась на площадке Настя Богданова, которая теперь щепкина. Как помогла она команде? Конечно, наш первый номер хорошо забилась под кольца, контролировала, она просто не давала пасы хорошие. Точень понравилась. Все. Да. Ваш комментарий игры, чего не хватило? Ну, в первую половину мы не попали, в дальние броски 12-0. Конечно, это очень психологически на девочках отразилось. И, в общем-то, разница в первой половине только за счет последних минут, там, минуты-две, когда они забили в третьих очковых. Это вот разница у меня с 10 очков выше. Вот. Ну, что хочется сказать, что во второй половине уже после третьей десяти минутки было минус 16, но мы не играем. Мы не играли, но мы плыли по течению. То есть мы отдали инициативу, все просто присутствовали в игре. Ну, конечно, девчонки, ну, мы поговорили в перерыве, и они до них дошло. Они начали активнее играть, и попали сразу, и догнали, и сократили до очка. Но я думала, что, в первую очередь, это игровая дисциплина. Настя сегодня вообще вернулась и первую игру играла, но у нее функционально, она еще не настолько готова, чтобы находиться много времени на площадке. И я думаю, что вот этот момент, когда мы догнали, можно было команде еще удержать, пускай противник бы думал, что делать. А мы делали поспешные атаки, сделали несколько ошибок, и это вот за вас на результате игры. Ну, вы уже по два раза сыграли с вашими главными конкурентами в борьбе за медали, но еще впереди третий круг. Как вы можете сейчас, на данный момент, оценить шансы Интерхима? Ну, я считаю, что можно играть. И с Тимском можно играть, и с Вангаром можно играть. То есть, не только играть, а выигрывать можно. То есть, вот сегодняшняя игра, это, я думаю, подтверждение. Ну, и плюс, конечно, я думаю, что там Динамо, скорее всего, будет четверки. Вот, и ждать свой интересный плей-офф, поэтому я думаю, что в плей-оффе все решится. Как вы думаете, если бы сегодня был выходной день, пришли бы больше болельщиков, могли бы они вам помочь в сегодняшней игре? То есть, сегодня три часа дня, рабочий день? Ну, конечно. Ну, в общем-то, здесь напряженный график, что у нас, что у Тимскуфа, мы пропущенную игру играем. Они уезжают опять, мы уезжаем в субботу. Ну, то есть, ну, у нас, к сожалению, вот еще буквально один вывезти, мы уже будем, надеюсь, играть в выходные дни, и болельщиков будет больше. Спасибо тем, кто пришел, нас сегодня тоже поддерживаем, потому что, когда команда забила один, два, три, и она иначе не догонялись, и поддержка в зале была, это очень приятно. Спасибо. Спасибо.